В эти дни в Сочи танцуют все. Там проходит международный турнир Сочи Open 2019. И его уже называют первым глобальным мультиспортивным проектом. Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, брейк-данс, ставший на днях олимпийским видом спорта и многое другое. Наш корреспондент Алена Евтикова увидела все самое интересное. Пожалуй, самая зажигательная часть соревнований в борьбе за кубок мира вступают консоры акробатического рок-н-ролла. Это младшая группа и подростки. Хоть трюки им пока не положены по возрасту, это уже очень зрелищно и динамично. Не меньше, чем за спортсменами, интересно наблюдать за эмоциями их тренеров. Есть здесь и танцевальные династии. Дополнительные переживания для тренера, когда наставляешь еще и своего сына. Ты выходишь на сцену, у тебя не должно быть страха, какого-то боязни. Ты должен выйти на сцену и показать, на что ты способен. И все. Около трех тысяч танцоров из 31 страны. Олимпийский парк на неделю стал столицей танца. Здесь проходит международный марафон – фестиваль «Сочи Оупен». Турнир в подобном формате проводят впервые. На сегодняшний день у нас три танцевальных направления. Это танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл и брейкинг. А когда мы задумывали этот проект, хотелось объединить все три танцевальные направления и сделать микс образовательной составляющей, тренировочной составляющей и соревновательной составляющей. Турнир «Сочи Оупен» открывали соревнования по бальным танцам. Отточенный дерзкий пасадобль, чувственный вальс или стремительный и завораживающий фокстрот. Соревнования по танцевальному спорту в разных категориях и возрастных группах идут сразу на трех площадках. Расписание плотное с 8 утра и до глубокой ночи. За день на паркет выйдут свыше 870 бар. Литры лака для волос, чтобы прическа была идеальной и килограммы блесток и страсы. Эти костюмы как произведения искусства, внешние атрибуты привлекают, но куда важнее техника. Ее оценивает международный судейский состав. Четыре критерия. Это техническая грамотность, характерное движение в музыку, умение взаимодействовать танцоров и хореография презентации. Разительно другой стиль, в том числе и в одежде. Все это походит на головокружительную вечеринку. Наравне с парнями в баттлах свое мастерство демонстрируют девушки, как их здесь называют big girls. Брейкданс на днях стал еще и олимпийским видом спорта. Шой шаг для всего брейкинг-комьюнити. У нас ждут пять долгих лет тренировок, проб, ошибок, поэтому мы готовы к этому. Международный танцевальный лагерь. Практические и теоретические занятия от ведущих мировых специалистов. Здесь оттачивают силовые поддержки танцоры рок-н-ролла. Занятие ведет пара из Чехии. В соседнем зале под руководством чемпиона мира и педагога Лассе Адегарда из Норвегии пары кружат на паркете. Кульминация в рамках Sochi Open уже завтра. Все представленные танцевальные направления выступят на одной площадке.